Пассажирские перевозки должны быть безопасными. Речь не только о соблюдении правил дорожного движения. Ввиду последних событий в мире, опасаться следует еще и террористических актов. Особенно уязвима в этом смысле сфера такси. В среду в областной думе прошел круглый стол, где руководителям и сотрудникам служб рассказали о мерах антитеррористической безопасности. В первую очередь вам надо инструктировать ваш персонал именно по действиям при получении сообщения по телефону или от ваших водителей о каких-то подозрительных лицах, о каких-то выявленных предметах. Я оставлю памятку по действиям должностных лиц персонала организации при получении сообщений о телефонах, почтовых анонимных содержащихся грозы. Водители такси должны быть бдительными. Для этого руководителям служб предлагают проводить тренировки персонала. После каждого рейса нужно проверять салон автомобиля на наличие оставленных клиентом предметов. В случае обнаружения не трогать их и не пользоваться вблизи мобильным телефоном. Существует также услуга курьерской доставки грузов, когда водителю вручается пакет или коробка, которую он должен отвезти по адресу. Если уж действительно такая экономическая тяжелая доля заставляет исполнять такие услуги, как курьерские, чтобы водители в обязательном порядке ознакомились, прежде чем везти какой-то груз куда-то, посылку какую-то, чтобы грузоотправитель открыл эту посылку, показал, что внутри, чтобы человек мог удостовериться, что никаких опасностей эта посылка не представляет. На встречу пригласили всех участников Ивановского рынка таксомоторных перевозок. Забрались руководители крупнейших ивановских фирм, а также перевозчики из Шуи и Тейково. Однако уже по списку участников можно составить мнение о слепом пятне в плане безопасности такси. Никто из приглашенных представителей крупных сетевых служб заказа, Максим или таксолет, на совещание не приехал. Именно они – слабое звено. Они не контролируют свой персонал, они не знают, с кем они работают, они принимают на работу кого угодно. Это, кстати, несмотря на то, что ту же самую службу Максим, например, вчера мой заместитель приглашал, по телефону звонил, уговаривал прийти, на что было сказано, нас это не интересует, нам это не надо. С кем работают эти ребята, мы с вами знаем. Как они заходят на рынок, мы тоже знаем. Они берут на работу всех подряд, лишь бы были колеса, которые ездили. Есть там водительское удостоверение или нет, есть там гражданство или нет, никого это вообще не интересует. Это пятый вопрос. Во главу угла ставятся деньги. Правила безопасности должны быть одинаковы для всех участников рынка такси. Заставить сетевиков соблюдать их могут только представители правоохранительных органов. А пока этого не произошло, в антитеррористической безопасности отрасли остается Ахиллесова пята. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.